Здравствуйте! Любителям розовых цветов повезло, ведь возможностей и вариантов для украшения сада они имеют, пожалуй, больше всех. Разнообразие оттенков этого цвета позволяет создавать как клумбы в конфетно-карамельном стиле, так и изысканные цветники в сдержанных тонах. В этом ролике речь пойдет о многолетних представителях, которые станут основой при оформлении сада в розовых оттенках. Спасибо за вашу поддержку лайками и комментариями. Также вы можете поддержать канал Финансово, всю информацию найдете в описании под роликом. Но мы продолжаем. Вспомним для начала те растения, которые прежде всего ассоциируются с розовым. Во-первых, это, конечно, розы. Среди их многочисленных представителей встречается, пожалуй, самое большое разнообразие оттенков розового. За ними по популярности следуют пионы, самые пышные и ароматные сорта имеют именно такие радостные тона. Также розовые флоксы и хризантемы можно встретить в каждом втором саду. А осенью засыпающий сад украшают яркие или нежные цветки многолетних астр, цветущих до снега. Но есть и другие представители царства цветов, которые достойны места в вашем саду. Ну и начнем мы подборку с анемоны хубейской, и если вы услышите или прочитаете название «ветреница японская» или «анемона японская», то речь будет идти о том же растении. Это невероятно милый цветок, расцветающий не раньше июля, в средней полосе лучше растет на открытых солнцеучастках, а на юге его предпочтительнее сажать в полутени. Большинство сортов морозостойка и хорошо зимует без укрытия на широте Подмосковья. В зависимости от сорта высота прочного стебля, варьируется от 50 до 150 см, цветки различаются по размеру и могут быть простыми или махровыми. Перестросеченные листья сочного зеленого цвета тоже декоративны. Лепестки бывают нежных постельных тонов, а серединка желтая. Армерия – это чудесный многолетник с пышной розеткой тонких ланцетных листьев и множеством цветоносов с плотными шаровидными соцветиями, которые могут сплошь покрывать куртину. Распускается армерия в июне и цветет около месяца. Существует около 90 видов армерии, но наиболее популярна и востребована садоводами армерия – приморская. Растение хорошо зимует под дышащим укрытием, предпочитает открытые участки с легким грунтом и не переносит повышенной влажности. В каком-то особенном уходе практически не нуждается. В зависимости от вида и сорта, высота растения может быть от 15 до 60 см. Выращивают армерию через подзимний посев или рассаду, но для второго варианта потребуется стратификация семян. Гвоздика перистая – это прекрасная представительница многочисленного рода гвоздика, отличающаяся завидной засухоустойчивостью, продолжительным и пышным цветением. Нетребовательностью к плодородию почвы и хорошей зимостойкостью. В то же время гвоздика перистая не переносит переувлажнение и потребует внимания только в одном – подсохшие цветки нужно удалять, так как сами они не отпадают. Высота растений примерно 30 см. Листья серебристо-зеленые и узкие. Цветки ароматные, одиночные, могут быть простыми или махровыми, диаметром 3 см, распускаются в июле и в августе. Есть немало чисто розовых сортов, но также встречаются и с кольцом. Остильба – это эффектное растение имеет настолько много видов и сортов, что позволяет высаживать его в любом уголке сада, особенно с учетом относительной теневыносливости. Раскидистый куст с ажурными листьями выглядит эффектно не только во время цветения, но и в период всего садового сезона. Остильба предпочитает открытые участки, но с легким и ажурным притенением, тогда цветение будет максимально долгим и ярким. Время цветения у остильбы – с июня по август. Селекционерами выведены растения с разными габитусами, формой и окраской соцветий. Высота варьируется от 15 см до 2 м, метелки цветков могут быть от 10 до 60 см длиной. С розовыми цветками могут похвастаться многие виды и сорта. Дицентра великолепная, так по-научному называется растение, больше известное под именем разбитое сердце. Этот вид первым был завезен в Россию и остается популярным со времен наших бабушек, но сейчас несложно найти и вырастить также дицентру красивую, дицентру клобучковую и другие. Милые цветочки-сердечки на длинном поникающем цветоносе расцветают в начале мая примерно на 45 дней. Дицентра особой требовательностью не отличается, но предпочитает полутенистые участки и хорошо дренированную почву, замокание корней не переносит. Существует масса сортов и гибридов с высотой растений от 60 до 90 см. Даже после отцветания кустик дицентры выглядит декоративно за счет красивой перистой листвы. Необходимо иметь в виду, что все части растения ядовиты, поэтому манипуляции с ним нужно проводить в перчатках. Астранция – это милое растение, пользующееся популярностью в европейских садах, но пока не слишком распространенное у нас. Астранция – это длительно цветущий многолетник с нежными цветками, похожими на круглую подушечку, прикрепленную к звезде. Листва изящно и ажурно, выведены и вареегатные гибриды. Астранция может выступать в качестве отличного фонового растения в цветниках, замечательно дополняет букеты и долго стоит в срезке. Она предпочитает полутени и плодородные почвы, не любит жару и засуху, но в целом не доставляет особых хлопот и зимует без укрытия даже в третьей климатической зоне. Размножают астранцию обычно делением, так как самостоятельно вырастающие сеянцы как правило не поддерживают родительские признаки. У растения камнеломка название очень точно описывает способность выживать в сложных условиях, где другие не смогут зацепиться. Все камнеломки невысокие, но в ширину могут разрастаться во внушительные куртины. У некоторых видов в пик цветения цветоносы вытягиваются до 20 см в высоту. Чаще всего в наших садах встречается межвидовой гибрид – камнеломка аренца, но не менее интересны камнеломка трехвельчатая и камнеломка теневая. Самое подходящее место для камнеломок в саду – это каменистые садики, альпийские горки и ракарии. Размножают камнеломку вегетативно и семенами. Есть и немало таких, что цветут розовыми цветками, превращаясь в яркие коврики. У таволги, или другое название лобазник, больше всего распространены декоративные сорта лобазника визолистного и его родственников, а также лобазника красного. Многие видели это растение, цветущее пышными метелками белых и кремовых цветков, с медовым ароматом, несколько напоминающие спирею или остильбу. Но существуют также сорта с очаровательными розовыми соцветиями. Лобазник – это крупное растение, высота стеблей у которого варьируется от 100 до 170 см. Из лобазника можно формировать живые изгороди, он хорошо сочетается с папоротниками и гортензиями. Интересно, что это растение отпугивает некоторых насекомых-вредителей, а также мух и комаров. Это растение неприхотливо. Хорошо зимует в средней полосе и обладает лекарственными свойствами. Если говорят о растениях, из которых можно создавать цветущие ковры, то в первую очередь вспоминают о флоксе шиловидном. Он обильно цветет с середины мая в течение месяца, и это настоящее торжество цвета. В августе и в сентябре может зацвести повторно. Растение представляет собой кустик высотой до 15 см, шириной до 50 см и более. Флокс шиловидный любит солнечные участки с хорошо дренированной почвой, он относительно засухоустойчив, но в жару требует полива. Выбор сортов с цветками розовых сортов впечатляет. Для любителей ромашек, эхиноцея – это идеальный розовый вариант. Это растение высокое, статное, не боится ни жары, ни дождей, практически не болеет, длительно цветет и самостоятельно размножается. Цветки появляются в июне, крупные и яркие, видны издалека. Как правило, в саду выращивают сорта двух видов – эхиноцея пурпурной и эхиноцея узколистной. Классический цвет краевых лепестков – густорозовый, серединка всегда темная и выпуклая. Абриета – это еще одно чудесное растение для ракария, которое украсит его ковром цветков весной. Это растение довольствуется минимальным объемом почвы, хорошо себя чувствует на солнце и неплохо в полутене, обильно цветет в апреле и в мае. В садах выращивают абриету дельтовидную и сорта, объединенные под общим названием абриета культурная, хотя в современной систематике такого наименования нет. В зависимости от вида, высота растения от 5 до 20 см, в ширину разрастается до 60 см, а диаметр цветков до 1,5 см. В средней полосе и севернее желательно небольшое утепление на зиму, чтобы сохранить зимующие побеги. Эти многолетние растения могут стать базовыми для отдельного цветника или общего декора сада в розовом цвете. Практически все они хорошо растут в средней полосе и не требуют создания каких-то особых условий для пышного цветения. Идея монохромного сада привлекает многих садоводов и в случае с розовым цветом можно считать ее легко выполнимой и наиболее удачной. Но и тут не стоит концентрироваться на одном тоне, интереснее выглядят сочетания розового и малинового или бордового цветов. Ну вот и все на сегодня. Все эти растения можно приобрести перейдя по ссылке в описании или в закрепленном комментарии под роликом. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео и оставляйте комментарий. Также переходите по ссылкам на другие платформы с нашим каналом. Ссылки также найдете в описании под роликом. И если хотите поддержать канал, то ссылки тоже в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч!